Крыши текут, в домах сырости плесень, освещения на улицах нет. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что на этот раз и закрыли глаза коммунальщики. Ремонт на смарку. Жильцы многоквартирного дома на Антона Петрова жалуются на сырости обваливающейся стены. Решение проблем от управляющей компании, которой год не следует. Если обратите вообще на крышу внимание, видно, что там вот все пробегает, все отваливается. И бежит она полностью вот так вот по стене. Моя стена мокрая. Ничего не светит. Жители улицы 50 лет Алтая с наступлением темноты вынуждены освещать себе дорогу фонариками. Путь из дома в школу или на работу грозит последствиями. Темно, страшно. Ну и бродячие животные, так же, как это поселок, собаки. В плену зимы барнаульцы жалуются на некачественную чистку дорог и дворов, как привычный путь превращается в ледовое шоу. Пудем, падаем с ребенком с утра очень страшно, медленно. Главнее всего погода в доме. Так поется в одной из известных песен. Справедливость этих строк могут подтвердить и жильцы этого дома. Из-за неочищенного снега на крыше влага пробирается прямо в квартиры. И, пожалуй, это не единственная проблема. Это плесень. Плесень, которая начинает, то есть бежит, когда прохладно, дожди начинаются, начинается оттепель, начинаются дожди, начинается промокание стен. Третья переклейка обоев за последние пару лет проживание в этой квартире потребовало не только стальных нервов, но и немалых затрат, рассказывает Ирина Сивухова. Сейчас, то есть, тоже получается, здесь внизу следы черной плесени, здесь, получается, вся штукатурка начала отходить. Полностью, хотя, то есть, ремонт мы, когда заехали, делали полностью, отбивали все это от стен, то есть, чтобы это все было, то есть, хорошо сделать. Причина всех бед – прохудившаяся крыша, которую управляющая компания «Наследие» ремонтировать не торопится. И хотя жители уже не раз подписывали все нужные документы, ответ был один и тот же – бумаги составлены неверно. В поисках решения проблемы жильцы обращались в инспекцию строительного и жилищного надзора. Однако в их приезд, к несчастью, стояла ясная осень, и потому стена оказалась сухой. Пишет, в ходе осмотра квартиры следов протекания крыши на стенах потолочных перекрытиях не выявлено. Тем не менее, следы того, как вода спускается по стенам, хорошо видны с лицевой стороны здания. Крыша, хотя и заколочена, но порядком осела, подчеркивают жители. Если обратите вообще на крышу внимание, видно, что там вот все пробегает, все отваливается. И бежит она полноценно вот так вот по стене. Моя стена мокрая. Намучившись с бумагами, собственники квартир уже лично обращались к директору управляющей компании Андрею Суковацину. Однако ответ их совсем не утешил. Вы знаете, что на улице отвечает? А вы что, не видели, в каком вы доме покупаете квартиру? Мне так, знаете, хотелось сказать, ну извините, возьмите всем жильцам, купите новую квартиру в новом доме, и к вам претензий никаких не будет. Это руководитель этой компании так отвечает. Как можно дальше, что звонить? К слову, руководитель УК «Наследие» уже успел засветиться и в других наших коммунальных сюжетах. Вот, например, его ответ жительницы дома с Ленина 131. Который год дочь застает пенсионерку прямо на своей же кухне. Андрей Николаевич, ну я тебе и утром звоню, и вечером звоню. Вечером вообще мне не надо звонить. Ну а когда тебе звонить? Меня топит. Ты же знаешь, что меня топит. Однако с нами директор управляющей компании разговаривал охотнее. На вопрос, когда будет предпринято хоть что-то в отношении дома на Антона Петрова, отвечает коротко. Будет. И добавляет от госжилинспекции, предписание на уборку снега получили, работы идут по плану, за кровлей следят, сосульки убирают. Плесень образуется не из-за того, что протекает кровля, а из-за того, что дом построен колодцами. Колодцы – это значит с наружной стороны кирпич, с внутренней стороны кирпич, каркас. А внутри наполнитель. Наполнитель со временем уже сыпался. Поэтому стены промерзают и получается плесень. Ну а как жителям в этих условиях продолжать жить? Что делать им? Им ждать капитального ремонта. И вот когда пройдет комиссия по капитальному ремонту в КЖКХ, эти вопросы все будут заданы. А вот ждать эту комиссию, как и капитальный ремонт, жильцам предстоит еще долгих пять лет. А безразличия и отчаяния они уже подумывают сменить управляющую компанию. Управляющая организация – это коммерческая организация, которая направлена именно на обслуживание собственников многоквартирных домов. И она не вправе навязывать свои услуги против воли собственника. Соответственно, жилищный кодекс предусматривает процедуру голосования, кворум и постановку вопроса на голосование о смене управляющей организации. Есть и другой вариант решения проблемы, которым жители дома уже воспользовались. Они направили жалобу в прокуратуру, но и тут есть загвоздка. Ни у одного собственника на руках нет и договора с управляющей компанией. Получить этот документ, по словам людей, они пытались. И не раз, но пока тщетно. Меньше месяца осталось до самого долгожданного праздника года, и город уже торопится украсить разноцветными огнями. И это тоже Барнаул. Для жителей этой улицы гирлянды могли бы быть настоящим спасением, потому что с наступлением в темноты фонарей здесь нет. Вот и приходится людям по пути на работу, в школу и детские сады включать фонарики. По нашей улице вообще нет ни одного фонаря. Где-то в начале там есть один от собственника, который что-то сам установил. А вообще у нас полное отсутствие, полная тьма. Время, когда здесь было освещение, девушка помнит с трудом. Последний фонарь перестал гореть в начале 2000-х. С тех пор больше ста жителей улицы уже перестали верить в перемены. А вот Анастасия взяла ситуацию в руки и вновь забила тревогу. Школьники, детские сады, пенсионеры, все дети, да, люди ходят, соответственно, по вот этой неосвещенной улице. Ну и получается, машины ездят, да, тут никаких дорожек нету. И все, получается, происходит на одной дороге, полная тьма, не видно. Если за рулем, например, едешь, не видно пешеходов, да, совсем. Темно, страшно. Ну и бродячие животные, также какой-то поселок, собаки. По словам девушки, на жалобу в управляющей компании поселка ответили, что данная улица стоит в очереди, и освещение здесь появится не скоро. Я звонила, мне сказали, ой, да вы что, это уже все давным-давно вышло из строя, очень старое, поэтому. В комитете по дорожному хозяйству Барнаула на вопрос, когда же на этой улице вновь загорятся фонари, ответили. Учитывая, что планы по устройству линий наружного освещения на 2021-2023 годы уже сформированы, выполнить работы по устройству наружного освещения на улице 50 лет Алтая в поселке Пригородный в указанный период времени не представляется возможным. Сейчас, по сообщению ведомства, подобные работы запланированы на основных магистралях города с наиболее интенсивным движением транспорта. В Пригородном же не все так плохо. На отдельных улицах, например, Новосибирской, процесс уже запущен. А вот жителям улицы 50 лет Алтая пока придется обойтись фонариками. Вот так путь из пункта А в пункт Б для многих горожан превращается в бесплатный каток. Поэтому, если вы не торопитесь, можете взять с собой ледянки или коньки, ну и опробовать эту дорогу. С началом зимы власти города заверяли, уборка снега идет в круглосуточном режиме, а жители же остаются недовольны качеством работ. Временами тротуары неожиданно сужаются, а где-то барнаульцам приходится скользить. Ходим, падаем с ребенком с утра очень страшно, медленно. Если бы это пройти, везде такая ситуация. Эти службы выпустить сюда, чтобы они сами походили по этой дороге. Причем страдают не только пешеходы, но и автомобилисты. Машины на дорогах заносят, бьется ходовая часть авто. В администрации города объясняют, всему виной погодные условия, последствия которых не всегда удается устранить сразу же. Буквально чуть больше недели назад на территории города Барнова у нас была примерно аналогичная ситуация. То есть выпадал мощный снегопад, зато было потепление, переход через ноль. И потом образование большого количества наледи. Вот за этот практически недельный период основной упор был, конечно же, на обеспечение проезжего состояния основных магистралей. Потом перешли ко второстепенным улицам. Если же говорить про пешеходные связи, то только на тротуары у нас было распределено больше 5000 именописка. На состояние дорог обратила внимание и прокуратура. В ходе проверки ведомство выявило больше 120 нарушений по очистке наледи и снега на улицах города. Виновных лиц из числа мэрии Барнаула уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Тем временем в декабре сугробы вновь превратились в лужи, а синоптики снова обещают приличный минус. Это значит, впереди у дорожников еще немало работы. Программа «Коммунальный патруль». До встречи!